приветствую вас мои дорогие рад что вы опять со мной уже ноябрь второе число идет дождик но меня это не остановило я вырвался в лес днепропетровской области вот вы видите мой автомобиль вот корзинка и рядом сразу же обнаружил бугорок что же это за бугорок спросите вы им ответь это маслачок также хорошо смотрите какой он крепкий настоящий богатырский маслак вот такой вот я уверен что маслят сейчас много сыра не так уж и холодно сегодня 10 градусов сейчас ну возможно до 5 опускается температура ночью принципе для поздних грибов это идеальные условия моя цель сегодня конечно же не маслята какие-нибудь белячки так как я увидел что люди в этом регионе массово их собирают другая же основная цель у меня на сегодня друзья отдохнуть душой и телом отдохнуть душой и устать телом потому как именно чувство легкой усталости от грибного похода доставляет мне удовольствие когда гудят ножки и хочется кушать и слегка подмерз как же приятно это все испытывать когда ты уже подходишь дону боюсь сейчас всю эту корзину набью маслятами где ставится место для других грибочков ну а что касается корзины дорогие друзья оказывается не только в таких находках как маслята мне везет эту корзину друзья смотрите как же массово они как же массово они тут произрастают значит эту корзину я нашел представляете да она вот не новая но на крепкая какие они маслянистые нашел кто-то выбросил и возле моего подъезда она была полна ненужными баночками какими-то но для людей ненужными да и для меня баночки и оставим а корзина возможно кому-то надоело на балконе короче хлам с одного балкона перекочевал на другой балкон вот лес облачился облачился в краске осени ухты человек ходят еще один отчаянный человек под дождем уже мне не так одиноко это же не дуб это слиток золота вот это кто-то разочаровался в грибалке или в ценности сыроежек судя потому что алена не отзывается алена нашла грибы ну вот дорогие мои и первая удача на сегодня вы слышите как шумит техника стало быть я возле дороги но смотрите в этом золоте внизу две вот таких вот огромных шляпы это друзья и наши смотрите первый я вижу еще сейчас все покажут 1 и вот еще один красавец вот так идет дождь а мы с вами ликуем смотрим дальше третий наш богатырь они все наверное ровеснички как мы можем с вами наблюдать нужно здесь все хорошо исследовать потому как вижу вот еще один примерно того же возраста но этот маслак просто косят под белые а возможно у у его мамы что-то с ними и было это же просто масленок мошенник вы видите как он ловко притворяется вот я всего лишь решил спуститься в низинку и проверить травку и вот результат и так виднеется еще что-то в том же месте возможно это возможно это опять белячок это так и есть этот младшенький младшенький вот посмотрите маслятки попадаются здесь а если посмотреть туда где мягче где уютнее там белячки сидят вот он этот принцип когда тебя ценят ровно настолько насколько ты оцениваешь себя сам они себя уважают произрастают там где по комфортней а масленок бродяга растет где попала все-таки я не могу покинуть эту травушку будут исследовать дальше зашел а тут еще вот думаю это поличок так и есть поличок тонко ноги недавно в одной из групп фейсбуке мужчина задал вопрос почему некоторые поляки как белые толстоногие а некоторые вот такие вот изящные покидаем эту низинушку благодатную с травушкой направляемся к одиноким дубкам и вот тут еще сосенки так вот дорогие мои подошел к этому дубу заглядываю угадайте что его же совсем не видно в этих листьях он же маскируется видите вот эту шляпень вас буду лезть за ним или обойду наверно обойду там вроде бы доступ поближе о а по пути а по пути дорогие друзья вот такой его братец меня встречает вот кстати под этим дубом еще один сейчас здесь будет мокро не менее чем на болоте полезу и пропустил он еще все надо тут сконцентрироваться белый гриб как мы видим действительно пошел массово он торчит большой сейчас жалко телефон мокнет мокнет ну чего не сделаешь ради своих подписчиков все покажу вот он этот экземпляр ищи хихи 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 как тебя вчера не нашли сегодня понедельник ты меня ждал все выходные так насчет ямок я все прикрываю потом сначала исследую все затем чищу их ямки закрываю и ухожу так сказать убираю все улики с этой стороны шоу нас тоже что-то грандиозное посмотрите дубик прикрыл какой это не тот еще я к тому еще не долез вот и утренняя зарядочка так сказать ну-ка с этой стороны будет ли его видно не уверен видно даже ни одного его друзья под одним дубом то целый клондайк этих белых уже не знаю куда и девать смотрите ох ох вот это ножище и какую здоровую а увидел то я всего лишь вот этот сначала ой дуб а вот это дуб это не дуб это дубочек друзья мои люди бегают дубочек маленький вот они кустарники а я здесь так подлохматился сейчас почищу их так вот что такое одна корзинушка для здешних места сейчас еще буду смотреть ежели наполню и пойду к автомобилю но грибалочку на этом свою не закончу вот зашел я в эти дубки поглубже только с другой стороны вижу кто-то здесь вчера тоже что-то нашел ему это не понравилось выбросил вижу кстати большой белый вон видно ли вам он там сейчас покажу ближе не знаю пригоден ли он давайте проверим идемте же вот под этим бревном он такой здоровый шлопатый у нас беляк рядом это зеленушка а может быть и бледная поганочка посмотрите он прекрасен он прекрасен друзья и очень увесистый кстати корзинка уже такой значительный вес приобрела может еще связано с тем что идет дождь а грибы напитали влаги вот решил вам со стороны показать эти благодатные дубочки кустики молоденькие дуба а удовольствие вообще неизмеримое получил дорогие мои не удержался здесь рядом болотца находится я в него зашел белячки белячками ну куда же дмитрий сало и без подосиновичка в то посмотрите какая шляпа виднеется в листве удивительно понедельник увидеть такой экземпляр на видном месте подосичек может быть кто-то помнит мои выпуски прошлых лет царь гриб это снималось именно в этом месте и наверное такое же время вот я сюда только пришел а мне навстречу вышел незнакомец зеркан от дождевики и пошелестел царя гриба я уже не рассчитываю видеть вот недавно вышел удалось начнет найти молодого совсем здесь конечно когда-то массово не росли помню целая полянка вот это было усеяно белячка но зато здесь можно порадоваться еще вот такому маслянку постамогом смотрите нас есть там а вот и нет есть все таки здесь и белячки вот второй здесь повстречется на открытом месте тоже молоденький но я все таки был не прав возможно человек в зеленом дождевике был не столь глаза ст не смотрите какой огромный беляч тут вырос ух ты и нога толстезная вот это беляшела ну ты меня порадовал смотрите какой вот адреналинчик настоящий он такой невысокий но мощный так сказать в корень пошел похож на одного моего друга который сегодня не захотел со мной на грибалку идти а вот рядом еще чья-то шляпа блестит беляшка все-таки полянка белых оправдывает себя видите как трава ему не давала вы вылезти нормально сформироваться и правда полянка белых грибов оправдывает свое звание полянки белых грибов и вот очередной повстречался белячок вот какой приятный я уже хотел уходить ну что дорогие друзья я сейчас на распутье что мне делать идти в свою болот вымокнуть до нитки или обойти его и поискать еще белячков как думаете ну уговорили иду проверю делаем конечно скидку на то что сегодня понедельник а все уже прознали о том что пошли грибочки печальные новости промок телефон и люди тут он возят навстречу вышли ну ничего ничего дай бог не сломается залечим душевные раны вот этими красавцами вот бочоночками этим как он крепко держится вот сейчас будем еще дальше смотреть ибо эти люди я вижу берут они они идут ну сейчас посмотрим может по пропускали естественно я шутошно называю болото своим ну вот друзья само болото относится к этому серьезно и всегда бережет для меня самое красивое это удивительно после выходных найти такие вот грибочки могу констатировать что болото все же ограблено пару штучек 4 удалось найти только но мы не унываем и идем искать дальше чего нам унывать у нас почти полная кардинель благороднейших грибов вот решил отдалиться от болотца сюда вот где дубки в перемешку с соснами и тут же тут же вот такой экземпляр я правда не знаю пока стоит надеюсь это белый возможно и масленок это масли масленок такой крупный я лес просто таки наводнился грибниками я сейчас проверю еще одно болото буду уже двигаться к автомобилю и таки не зря я сюда зашел вот в этой ложбинушке тихой заводе я всегда нахожу грибочки посмотрите какая красота два какими белыми ножками но это друзья еще не все вы можете слышать крики грибников а я здесь тихо с вами буду радоваться вот еще какой огромный просто таки огромный рядом с ним растет еще два маленьких и даже и не дуал посмотреть вот сколько этот просто таки так он вдали еще один вижу иду к ним как крепко сидит видите и вот они меня уводят дальше корзиночка осталась сейчас вернемся слились воедино смотрите пропустил на обратном пути уже заприметил полянка подосиновичная просто таки смотрите какой красоты удалось набрать прямо при входе телефон прятать далеко не буду так как где-то здесь я увидел еще один подос а потом протирал телефон и потерял его из виду как это возможно тут надо надо вернуться на прежнее место а вон он красавец какой ох какой свежок видите и не буду торопиться выключать видео так как здесь же рядом растет воды под березович невероятной красоты а вы сейчас можете слышать выстрелы я нахожусь недалеко от полигона и вот пройдя дальше вот вот этими черными листьями под ногами чуть не пропустил таких красавцев вон тоже выглядывает их не родственник он немалых размеров очень крепко люди рядом обездают нет а но это 2 года и и и и и и в общем друзья как вы можете видеть я здесь не один но все же вот попадаются мы с двух сторон с людьми обходим как бы это болот каждый из нас находит мне уже класть некуда поэтому сейчас дойду до места где беленькие должны расти и буду выкручивать уже в сторону автомобиля вот дошел и до местечко где обычно беленькие встречал но пока вижу только под березовик это видел а вижу тем более такому головастому хочу вам продемонстрировать стою здесь смотрю у дерева лежит до корнями ко мне кто-то он срезал какой-то грибочек немножечко заглядываю за корни класс видимо кто-то тут нашел и дальше пошел а мой грибочек меня дождался так-то вот именно до этой так сказать полянки я хотел дойти здесь еще под березовичек встречался молоденький и вдали вижу еще подосиновик он там вот он красавец красавец под березкой подосиновик еще прихватим здесь под березовичек не знаю правда куда мы это все будем вкладывать е-мое смотрите друзья это под березовичек так теперь обратите внимание сюда у меня дух перехватывает я сейчас пойду за корзиной смотрите это ли не чудо а здесь рядом еще моя мечта одна из мечт на сегодня сбылась я собирался собрать грибок с горой так оно и получилось и даже некуда класть почему я не жал пакет как я дорогие мои я там увидел мечта я увидел белые торчат посмотрите некуда складывать там такие красавцы сейчас увидите так смотрите красавца проходя мимо увидел а посмотрите на вот этого красавца она сюда берешь берешь много тары и нифига не попадается не берешь нифига и попадается много букет ищи друзья отключусь бы ибо не хватает рук в общем тут грибное эльдорадо как вы уже поняли сюда нужно будет вернуться на днях жаль что у меня завтра на работу в общем то как то вот так умастил сейчас будут идти главное не растерять не хочется конечно отсюда уходить теории конечно же друзья можно отнести всю машину и вернуться но я уже добился того чего хотел как я говорил изначально я устал ноги промокли я еще подмерз кто-то выбросил очень удачливую корзинку надеюсь хозяин за ней не вернется о как раз тут масленочек по пути прекрасно дождь тебе положить мелок не забывайте подписаться на канал поставить лайк и хотел бы выразить всем подписчикам огромную благодарность мне очень приятно что вы оставляете мне комментарии я все читаю не могу на все отвечать но по возможности я выбираю комментарии с вопросами на них я отвечаю а так-то авторский лайк будет каждому комментарии поставлен до скорых встреч друзья пока